МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Герой дня. Мы говорим о людях и событиях, которые сыграли главную роль в построении информационной картины. Сегодня это министр репатриации и абсорбции, а также министр по стратегическим вопросам Зея Фелькин, который появится в нашей студии и расскажет о новом правительстве и его инициативах. Украинские законодатели, принявшие закон о правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в 20 веке. Эта инициатива вызвала резкое недовольство Запада. Победители чемпионата Израиля по бодибилдингу и фитнесу. Кроме того, в эфир выйдет наша четверговая рубрика «Метеогерой», в которой метеоролог поведает нам о том, какой будет погода на следующей неделе. Все это сегодня в Герое дня. В Украине вступает в силу новый закон, принятый Верховной Радой и подписанный президентом Порошенко о правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в 20 веке. Эта инициатива вызвала недовольство Запада. В частности, с осуждением закона выступили представители музея Холокоста в Вашингтоне. Причина достаточно понятна. Документ определяет героями не только людей, боравшихся за независимость украинского государства, но и бойцов военных формирований, участвовавших в еврейских погромах в годы Гражданской войны и поддерживавших немцев во время Второй мировой. В студии со мной историк и журналист Шимон Бримен. Шимон, здравствуйте. Добрый день. На телефонной связи со студией автор закона о правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в 20 веке историк Владимир Ветрович. Владимир Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Михайлович, ну, вероятно, я не до конца понял смысл закона, предложенного вами. Отсюда некое, ну, неопределенное такое отношение к этому закону. Могу я попросить вас более подробно рассказать о нем? Конечно, это один из четырех законов, которые мы называем законом по декоммунизации. Три другие закона – это законы о открытии архивов КГБ, о победе во Второй мировой войне и осуждении коммунистического и национального социалистического режима. Если мы говорим конкретно о законе о чествовании участников борьбы за независимость, то, по сути, главная суть этих законов – это признание участникам борьбы за независимость всех тех организаций, военных, военно-политических, гражданских организаций, которые боролись то ли вооруженными методами, то ли невооруженными на протяжении 20 века за создание украинской независимости. Соответственно, организации украинской национального социала украинской постановки, вокруг которых больше всего дискуссий, только одни из двух организаций в этом довольно длительном перечне других организаций, которые ставили своей целью борьбу за воссоздание независимой Украины и которые, наконец-то, признаны той же независимой Украиной как участникой борьбы за независимость. Спасибо большое, Шимон. Ну а что конкретно вам не нравится в этом законе? Дело в том, что Украина, как любая другая страна, имеет право учреждать или утверждать, кто ее герой, кто ее борцы за свободу и независимость. Точно так же, как есть такие же герои и в Израиле, мы это знаем. Но получается такая ситуация, что часть тех людей, которые по этому закону в Украине названы героями, часть из них вызывают в еврейской памяти очень плохие ассоциации. Владимир правильно заметил, что список их большой. Там есть список, который начинается еще от Петлюровских времен, там упомянуты, скажем, боевые подразделения Петлюровской армии. Мы хорошо помним целую череду еврейских погромов 1919 года, Проскуров и так далее. То есть получается такая ситуация, что те, кто названы героями для Украины, в еврейской памяти являются не героями, а, можно сказать, кровавыми палачами. И идя дальше по исторической хронологии, там есть действительно ОУНУПА. Эта организация и армия воевали действительно, как они понимали это, за независимую Украину. При этом будем говорить правду, что эти организации были очень сильно настроены против евреев, как и против, скажем, поляков, например. И есть факты конкретных убийств, нападений, те факты, которые нельзя замалчивать. То есть я поддерживаю то, чтобы между украинским и еврейским народом, между Украиной и Израилем были диалоги и попытка открыть какие-то взаимные кровавые стороны истории. Но этот закон, он утверждает, кто уже герой. То есть он, на мой взгляд, закрывает историческую дискуссию, потому что точно ставит уже акценты, кто герой, а кто не герой. Вот в этом я считаю проблемой. Владимир Михайлович, я не говорю, что все борцы за независимость Украины... Да, конечно, прошу вас. Я позволю отреагировать. Дело в том, что закон на самом деле утверждает не кто герой, а кто присутник. Закон говорит о одном очень важном аспекте. Те или иные организации признаются как таковые, которые боролись за независимость Украины. И абсолютно неправильно говорить о том, что сводить всю деятельность организации украинских националистов или, в принципе, полканской армии к антиеврейским актам. Это неправильно к отношению понимания этих организаций, и это абсолютно неправильно для понимания и Волокоса. Если говорить о отношении украинских националистов к еврейскому населению и участию в Волокосе, то тут мы можем найти практически все три модели поведения. Были украинские националисты, которые принимали участие в Волокосе, конечно. Были украинские националисты, которые спасали евреев в годы Голокоса, и некоторые из них даже признаны ядвашемом праведником народов мира. Были украинские националисты, которые считали самым главным для себя спасение украинской национальности и пробовали не замечать того, что творится в отношении евреев. Брать только одну из этих моделей абсолютно неправильно с исторической точки зрения. Опять-таки, то, что эти участники этих формирований признаны как участники борьбы за независимость, никоим образом не прекращает дискуссию вокруг деятельности этих организаций. Я наоборот уверен, что именно благодаря этому закону, наконец, вопросы о деятельности Украинской полстанческой армии будут деполитизированы. Наконец-то, после 24 лет независимости, этот вопрос будут обсуждать не во время выборов, а во время научных конференций. Наконец-то, те ученые, которые боялись заниматься этой темой из-за ее горячей политизации, смогут заниматься ней спокойно, как нормальной академической темой. Если говорить о преступлениях, в которых обвиняют участников Украинской полстанческой армии, то, конечно, такие преступления имели место быть. Но следует понимать, что в годы Второй мировой войны у нас не было ни одной армии, включительно с американской, британской, польской и других, которые мы не можем обвить в военных преступлениях. Наличие таких военных преступлений, как, к примеру, бомбардировка граждан, не дает оснований называть нам американскую армию преступной, как таковую. Абсолютно такое же отношение должно быть и к Украинской полстанческой армии. У Украинской полстанческой армии были люди, которым можем обвинить в участии в преступлениях, но были люди, которых абсолютно мы не можем обвинить в этом. И поэтому принцип какой-то коллективной ответственности, это все-таки принцип характерный для тоталитарного государства, для тоталитарных режимов мы не должны пользоваться этим принципом. Тем более, я думаю, что мы не должны обвижать тех евреев, которые принимали активное участие в борьбе за независимую из Украины. Я имею в виду тех евреев, которые боролись в рядах Украинской полстанческой армии. Да, Шимон, прошу вас. Я очень рад тому, что сказал Владимир, вот на самом деле рад, потому что я не слышал его мнения о том, что историческая дискуссия не закрывается, она, наоборот, открывается. Мне показалось по тексту закона, что это именно законодательная, политическая попытка четко поставить оценки. Раз Владимир говорит, что есть место для дискуссии, это уже хорошо и спасибо. Я хочу тут отметить, что, к сожалению, у разных народов получается разная правда. То есть украинский народ имеет право на своих героев, но получается так, что те, кто утверждаются героями сегодня, они в глазах еврейского народа не являются таковыми. Еще один момент. Те евреи, которые сегодня живут в Украине, скажем, молодая их часть, за последний год после Майдана очень активно показывают себя в проукраинской деятельности. Проявляют гражданскую позицию. Да, есть группы сторонников Украины и средиизраильской молодежи у нас здесь. При этом, мне кажется, что им гораздо легче солидаризироваться с современной Украиной, с героями современной Украины, чем с теми героями, которые указаны в этом законе. Потому что... Извините, перебью. Я один из активных участников Майдана. Я знаю. Из-за участников Майдана видел много евреев, моих друзей, даже тех, которых я не знал, которые с гордостью на Майдан выходили с красно-черным флагом и называли себя бандеровцами, потому что считали, что они борются за независимую Украину. Это странно возможно слышать в Израиле, это странно возможно слышать сейчас, но дело в том, что именно угроза российского империализма сейчас объединила и украинцев, и евреев. Мы понимаем, что на самом деле важно, что на самом деле является угрозой и для украинцев, и для евреев. Я думаю, что для того, чтобы лучше понять историю той же организации про социалистов или украинской повстанческой армии, лучше говорить какими-то аналогиями, понятными в Израиле. Мы можем навести такую аналогию, как Иргун. Это организация, которая боролась за независимость Израиля. Во время этой борьбы члены этой организации тоже иногда совершали поступки, которые могут быть квалифицированы как преступления. Потому что погибало мирное население, погибало гражданское население. Но, тем не менее, это не превращает эту организацию в организацию преступников. Владимир Михайлович, но не было среди членов Иргуна людей, которые устраивали погромы. И не было среди членов Иргуна людей, которые поддерживали другую воюющую сторону. Я имею в виду немцев, если не было украинско-немецкого. Украинская повстанческая армия была создана в конце 1942 года, когда вся территория Украины была спирована нацистами. И, по сути, первым фронтом борьбы украинских повстанцев был как раз антинемецкий фронт. И как раз как антинемецкое восстание началась борьба украинской повстанцевой армии. Хорошо, но и в результате вы называете героями и тех людей, которые действительно боролись за независимость Украины. И я поддерживаю вас абсолютно. Это герои. Но и тех людей, которые совершали преступления, страшные преступления против еврейского народа. И они тоже герои, по вашему мнению. Во-первых, мы не говорим о героях или преступниках. Мы говорим о организациях, которые боролись за независимость Украины. Это важное определение, которое присутствует в этом законе. Речь не идет о какой-то гереализации. Гереализировать или об wannabe мы можем каждого конкретного члена этой организации. Разбираюсь с историей и биографией каждого конкретного члена этой организации. Каждого конкретного солдата в этой армии. Мы можем говорить, был ли он героем, был ли преступником. Но организации в этом законе названы таковыми, что боролись за независимость Украины. И это понятно и по истории этих организаций, и по документам, которые они издавали. Владимир, я хочу заметить такой момент. В этом списке есть и такие организации, которые явно устраивали погромы. Я, скажем, говорю о петлюровских военных формированиях. Мы же не можем отрицать всю эту кровь и проскуров и так далее. Десятки тысяч убитых по всей Украине. То есть ты называешь их в законе героями, но в еврейской памяти эти убийцы. Еще раз уточню. В законе, о котором мы говорим, определение герой просто отсутствует. Мы говорим о том, что это были организации, которые бороться за независимость. Я согласен. Владимир Михайлович, если позволите, еще один вопрос. Это не первая критика в ваш адрес. Ваша книга «Отношение АУН к евреям. Формирование позиции на фоне катастрофы» вызвало отрицательную реакцию как на Западе, так и в самой Украине. Критики, они же ученые, утверждают, что вы пытаетесь оправдать преступление АУН в отношении евреев. Вот и в связи с вашим законом возникает похожее ощущение. Я пытаюсь в своей книге, которую я надеюсь сейчас смогу переиздать в намного более широком формате, показать все возможные модели поведения, которые были в годы Второй мировой войны украинцам в отношении евреев. И, как я уже говорил в начале нашего разговора, считаю совершенно неправильным сфокусировать свое внимание только на одном фокусе. Говорить только о участии в уничтожении евреев. Это неправильно, потому что были и другие модели поведения. Это нам близко, как израильтянам, как евреям. У нас сидит эта старая боль, Владимир. Ты и нас пойми тоже. Абсолютно понимаю. Я считаю, что говорить о ООН исключительно с точки зрения антисемитизма, сводить деятельность организации Куритской наследиции или Куритской пластанческой армии исключительно к погромам и антисемитизмам, это неправильное отношение к этих организациям. Это искать правду и молокостя. Тут я согласен с тобой. Мы не сводим и мы не пытаемся разговаривать штампами. Мне просто кажется, что этот закон твой, он четко показывает обществу украинскому, что вот вам новые герои. И те, допустим, историки, которые будут говорить, что не совсем герои, вот были преступления, вот были убийства, что вот этот закон будет их наказывать каким-то образом. Там есть последняя... Закон на самом деле очень небольшой. Всего несколько страниц. Его можно прочитать и увидеть, что в этом законе не предусмотрено никаких санкций в отношении тех людей, которые будут отстаивать другую точку зрения. Этим законом украинское государство просто признает, что оно появилось благодаря борьбе предыдущих поколений и тех организаций, которые перечислены. Это все. Это главная цель этого закона. Почему важен для нас сейчас этот закон? Дело в том, что сейчас наши ребята на Востоке противостоят опять-таки ротидскому империализму. Они должны понимать, что они защищают государство, которое помнит тех, кто боролись за них в предыдущие годы. Что им не придется ждать на свое признание десятки лет. Я понял. Владимир Михайлович, Шимон, спасибо большое за участие в программе. Вообще тема обширная, обсуждать уже долго, но время у нас ограничено. Спасибо за интересный разговор. Далее в студии Героя дня появится министр репатриации и абсорбции, глава ведомства по стратегическим вопросам Зея Фелькин.